МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в гостях у программы «Романтика романса». Знаете, Катя, я тут задумался, романсы каких композиторов чаще всего звучали в нашей программе? А что это вас, Евгений, потянуло на статистику? Ну, все-таки программа отметила 15-летний юбилей. Можно подвести кое-какие итоги, ну и, в принципе, интересно. А у вас есть какие-либо предположения? Не предположения, а даже почти уверенность. Я думаю, что за все эти годы у нас не было программ, посвященных романсу, чтобы в них не звучали произведения Бориса Прозоровского и Бориса Фомина. Наверное, вы правы. Действительно, они оба величайшие мастера романса прошлого века. И судьбы их очень схожи. Оба были гонимы за романс, оба прошли через аресты и тюрьмы, но сохранили верность любимому жанру. И оба современники с разницей всего лишь в десятилетии. Да, но при этом они даже не были знакомы друг с другом. Ну, такое бывает. Лев Толстой и Федор Достоевский тоже современники, но тоже не были знакомы. И мне кажется, это несправедливо, Катя. А мне кажется, что мы можем это исправить. И каким же образом? Ведь Прозоровского и Фомина давно нет на свете. Зато есть их романсы и есть исполнители, объединившие их шедевры в своей программе. Пусть не встретились люди, но обязательно встретится их музыка. Это правда. Я хочу пригласить на сцену давнего друга программы «Романтика. Романса» заслуженную артистку России Нину Шацкую. Нина, а почему Прозоровский и Фомин? Почему они вместе? Разве каждый из этих авторов не заслуживает отдельной программы? Конечно. Много лет занимаясь романцем и готовя программы, я однажды обратила внимание, что большинство романцев в моем репертуаре принадлежит именно этим двум авторам. И иногда даже я не могла определить, чья мелодия. Так они похожи. И похожи, конечно же, не тем, что они заимствовали мелодии друг у друга, а именно настроением, красотой мелодии, незаурядностью. Так получилось, что я попыталась найти информацию о Борисе Прозоровском и о Борисе Фомине. И оказалось, что судьбы очень интересные, и меня тоже удивило, что они не были знакомы. Несмотря на то, что оба родились в Петербурге и потом жили в Москве, и выступали на одних и тех же площадках, издавались одним и тем же издательством музыкальным, но жизнь их не сводила. Мы оставляем вас на этой сцене и будем наслаждаться вашим сценарем. Спасибо. В этот вечер Над висками Паутина Серебрилась И повисла над душою И над сердцем Седина Паутина В этот вечер Незаметно Я с тобою Примирилась Незаметно Примирилась Тишина Словно черные Белые Клавиши Чередуются Наши дни Если был Друг Тебя Ставивший Ты Его Не Вини Если Был Друг Тебя Ставивший В Голубую Ты Дали Не Гляди Ведь за черными Белые Клавиши Впереди Пусть от взоров Как и прежде За туманом Все сокрыто Лишь коснется Лучи надежды Озарится Тень Мечты В этот Вечер Как и прежде Будет Снова Все Забыто Как и прежде Все Забыто Даже Ты Словно Черные Белые Клавиши Чередуются Наши Дни Если Был Друг Тебя Ставивший Ты Его Не Вини Если Был Друг Тебя Ставивший В Голубую Ты Дали Не Гляди Ведь За Черными Белые Клавиши В В В В В В В В Если Был Друг Тебя Оставивший В Голубую Ты Даль Не Гляди Ведь За Черными Белые Клавиши В 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 Ты этого хотел, считая все ошибкой. Ты первый говорил нам разойтись пора. Я встретил разрыв спокойной улыбкой. Но плакала затем все ночи до утра. И вот мы разошлись совсем-совсем чужие. Нет ожидания встреч, нет сладости греха. Осталась карточка любимых писем связка. Где проза кажется мелодией стиха. Остался целый мир, где память отдыхает И тихо греется чуть леющим огнем. По книгу старую отрадно взять бывает. И над излюбленным задуматься листом. И не зови меня, к былому нет возврата. Разлуки ураганны между нами пролетел. Любовь не умерла, любовь к тобой взмета. Совсем чужие мы, ты этого хотел. Мы представим музыкантов, которые сегодня являются одним целым вместе с Ниной. И с этой сцены нам вещают прекрасную музыку, прекрасные романсы. Итак, рояль. Дмитрий Силипанов. Контрабас. Игорь Иванушкин. Перкуссия. Александр Ботвинкин. Нина, если вы позволите, мы пообщаемся и будем задавать вопросы. Борис Прозоровский был потомком старинного дворянского рода. И он очень любил романс, был привязан к нему. Этот жанр считался низшим, мещанским. Я уверена, что это совсем все не так. Потому что этот жанр царил в дворянских семьях. И несмотря на то, что Борис Прозоровский был врачом, служил в военном госпитале, его душа была отдана романсу. И несмотря на то, что в тяжелые годы ему пришлось служить в армии, это была Первая мировая война, тем не менее он пишет не военные, не патетические песни. Он пишет свою первую программу и называет ее «Романсы печали и любви». Мы знаем, что Борис Фомин тоже происходил из замечательной семьи. Он прямой потомок Михаила Васильевича Ломоносова. Его отец был блестящим офицером русской армии. Бориса могла ожидать воинская карьера, но он стал верным служителем романса. Мне кажется, что Роман сам выбирает своих рыцарей. Отец, наблюдая за маленьким сыном, за Борисом Фоминым, не мог не заметить, насколько мальчик одарен, насколько он любит музыку. Уже в четыре годика Борис Фомин играл на аккордеоне, развлекая гостей. И все понимали, что его будущее не может не быть посвящено музыке. Отец смирился, несмотря на то, что мечтал о карьере в государственной службе. И они понимали всей семьей, что у Бориса Фомина будущее за музыкой. Ну что ж, теперь настало время романсов, написанных композитором. Борисом Фоминым. На сцене великолепная Нина Шацкая. В раскрытое окно Глядит ночная мгла Мгновенья бегут, Часы проходят мимо Их тишина ночей С собою увела И кажется, что боль души непоправима Вечера забытые Встречи пережитые Тонут незаметно В сонной тишине Только ты свободная Птицей перелетною Сердце, мое сердце Ты поешь во мне А песня за стеной Разбудит тишину Я услышу вновь Что я Тобой любима И руки жаркие К тебе я Протяну И будет счастье Вновь Как мука Как мука Нестерпима Вечера забытые Встречи пережитые Тонут незаметно В сонной тишине Только ты свободная Птицей перелетною Сердце, мое сердце Ты поешь во мне ГОВОРИТ ПОЕС ДВЕРЬ КОНЕЦ БОДПИС КОНЕЦ ЛИРИЧЕС Вечера забытые, встречи пережитые, Тонут незаметно в сонной тишине. Только ты свободная птицей перелетною, Сердце моё, сердце ты поёшь во мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Как хочется хоть раз, в последний раз поверить, Не всё ли мне равно, что сбудется потом. Любовь нельзя понять, Любовь нельзя измерить, А на ногне души, как в омуте речном. Пусть эта глубь бездонная, Пусть эта даль туманная Сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зелёные, Уста твои обманные, Петерей читонные, Свели меня с ума. Проглянет солнца луч Сквозь запертые ставни, И так же, как тогда, Кружится голова, По-прежнему звучит Наш разговор недавний, Как струнный перебор, Звучат твои слова. Не надо ничего, Ни горьких сожалений, Былов никогда Уж больше не вернуть, Как хочется порой На несколько мгновений В речную глубину Без страха заглянуть. Пусть эта глубь бездонная, Пусть эта даль туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас сама. Твои глаза зелёные, Уста твои обманные, И эти речи томные Свели меня с ума. Субтитры создавал DimaTorzok 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 День и ночь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только раз судьбой урвется нить Только раз в холодный хмурый вечер Мне так хочется любить Субтитры подогнал «Симон» Только раз бывает к жизни встреча Только раз судьбой урвется нить Только раз в холодный хмурый вечер Мне так хочется любить Аплодисменты Аплодисменты Ниночка, свою программу, посвященную Прозоровскому и Фомину, вы назвали «Два рыцаря». Почему? Дело в том, что когда эта программа задумывалась, то это действительно было рабочее название Но когда уже я стала изучать биографии этих двух, на мой взгляд, великих композиторов Я узнала о том, что одна из первых программ, самая первая программа Бориса Прозоровского Называлась «Песни печали и любви» Но я подумала, что все-таки называть так программу «Печали и любви» не очень правильно И теперь уже выступаю с программой, которая называется «Песни любви и печали» Имея в виду, конечно, что она о двух рыцарях романса У всякого настоящего рыцаря должна быть дама сердца И мы уверены, если бы Прозоровский и Фомин услышали вас, они бы сражались за вас на дуэли Ой, как было бы прекрасно иметь двух таких авторов Но они оба имели своих дам, которым верно очень служили Хотя Борис Фомин был ветреным Все его жены его очень любили, уважали И даже после того, как расставали с ним, говорили, что он был настоящим рыцарем Не только в музыке, но и в жизни А у Бориса Прозоровского была одна муза Этим они очень отличались Познакомившись в Тифлисе с юной студенткой Тифлисской консерватории Тамарой Церетели Он посвятил ей всю свою очень недолгую жизнь Неизвестно, где похоронен Борис Прозоровский Его жизнь была очень сложная И он погиб где-то в лагерях в 1937 году Но все свои романсы он посвящал единственной певице Тамаре Церетели И я думаю, тем, что он не предложил ей руку и сердце Тем, что он не стал ее законным мужем Наверное, он спас ее от такой ужасной участи Стать женой врага народа И Тамара Церетели прожила прекрасную, очень яркую творческую жизнь Была известной певицей Выступала на самых лучших сценах Советского Союза тогда Ни для кого не секрет, что в советское время Романс как жанр и композиторы, которые писали романсы Были под запретом И вообще нужно было обладать большим мужеством Чтобы продолжать писать в этом жанре И многие романсы были просто запрещены к исполнению И даже я в одной из книг встречала документ Который разрешает одной исполнительнице Это была Изабелла Юрьева Исполнять перечень из нескольких романсов Вот эти романсы в виде исключения на один год Очень многие романсы, особенно Бориса Прозоровского К сожалению, дошли до нас под псевдонимами Фамилия Прозоровский была запрещена Когда он находился в заключении Но он продолжал писать романсы И когда возвращался вновь к Тамаре Дарил ей новые романсы Но они печатались, например, под фамилией Прозоров И это не один единственный псевдоним Который существовал у Бориса Прозоровского Поэтому они пытались как-то и Борис Фомин И Борис Прозоровский бороться за то Чтобы этот жанр оставался жить Ну что ж, пусть вновь звучит музыка Бориса Прозоровского АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спокойно и просто Мы встретились с вами В душе зажила уже старая рана Но пропасть разрыва Легла между нами Мы только знакомы Как странно Как странно все это Совсем ведь недавно Была наша близость Безмерно Безгранно А ныне Что ж нынь Былому неравно Мы только знакомы Как странно Завязка Завязка Вся сказка Развязка Страдания Но думать о вас Целый день Непрестанно Не стоит быть может Зачем До свидания Мы только знакомы Как странно Как странно Этот романс Мы только знакомы Был написан Борисом Прозоровским После того Как он в первый раз Вернулся из заключения И оказалось Что его возлюбленная Тамара Работает с другим Концертмейстером Для него это была Огромная травма Но тем не менее Он написал ей Такой потрясающий романс Мы только знакомы Мы странно встретились И странно Разойдемся Улыбкой нежности Роман Окончен наш Если память К прошедшему Вернемся То скажем Это был Мираж Так иногда В таинственной пустыне Мелькают образы И далеких чудных стран Но это призраки И снова небо синя И вдаль бредет Усталый караван И мы как путники Обмануты миражем Десны не смелы Не в силах уберечь Мы никогда Мы никогда Друг другу Не доскажем Всю тайну Наших странных встреч Так иногда В таинственной пустыне Мелькают образы Мелькают образы И зрачная пустыне Как наши встреч Стремительный обман Мы странно встретились И ты уйдешь И ты уйдешь Нежданно Как в путь уходит Караван Так иногда В таинственной пустыне В таинственной пустыне Мелькают образы Далеких чудных стран Но это призраки И снова небо синяя И вдаль бредет Усталый караван Ну это призраки И снова небо синяя И вдаль бредет И вдаль бредет И вдаль бредет Усталый караван Ну у нас еще вопросы, Нина Просто так не отпустим Что нужно для того, чтобы написать романс? И я не имею в виду талант композитора Это безусловно Вопрос такой Должен ли композитор Быть влюбленным Когда пишет романс? Я думаю, что у него должна быть история Романс это маленький рассказ О прошедшем А исполнитель тогда должен быть влюбленным Когда поет романс? Да Исполнители всегда влюблены Судя по тому, как вы сегодня Проникновенно поете Вы влюблены Пусть это останется моей тайной Романс Борисов и Мина изумруд Всегда был вашей визитной карточкой Я думала, что вы должны о нем спросить Но мы не можем об этом не спросить Вот почему именно этот романс? Почему именно он? В юности я думала, стоит ли мне петь И в Петербурге для меня мои друзья Организовали мастер-класс Выслушав буквально пару куплетов Не буду даже вспоминать, какого романса Эта женщина сказала Деточка, вам нужно петь Вы когда поете, становитесь красивее Кстати, это очень верная мысль Если Бог дает творческому человеку талант То в процессе творческом он становится лучше, чем в обыденной жизни И она мне сказала Вот здесь, в Петербурге, есть замечательный пианист Обратись к Михаилу Аптекману И он обязательно тебе что-то подскажет И когда я пришла на прослушивание к Михаилу Он сказал, ты должна петь жестокий романс Попробуй начать с Изумруда И вот так Изумруд вошел в мою жизнь И стал действительно моей визитной карточкой Ну что ж, на сцене Нина Шацкая Изумруд Не пурпурный рубин Не аметист лиловый Не наглый белизной Сверкающий алмаз Не подошли бы так К лучистости суровой Холодных ваших глаз Как этот тонкогранён Хранящий тайну тёмных рук Ничьим огнём не опалённый В ничто на свете не влюблённый Тёмно-зелёный Тёмно-зелёный Мне не под силу боли Мучительных страданий Пускай разлукою Ослабят их года Чтоб в ярком золоте Моих воспоминаний Сверкающий алмаз Он не опалённый В ничто на свете не влюблённый Тёмно-зелёный 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 А счастье принесёт Совсем другой Каждому хочется счастье найти Любить и быть любимым Счастье лежит у нас на пути А мы проходим мимо Шел крупный снег, и вечер был холодный Со мной был друг любимый и родной Но мне казалось, это несерьезно А счастье принесет совсем другой Но все прошло, и я его забыла Прошли года, и я вдруг поняла Что это счастье настоящим было А я чего-то нового ждала Каждому хочется счастье найти Любить и быть любимым Счастье лежит у нас на пути А мы проходим мимо Каждому хочется счастье найти Любить и быть любимым Счастье лежит у нас на пути Не проходите мимо АПЛОДИСМЕНТЫ Роман «Свамина дорогой длинную» можно назвать самым популярным русским романсом Во всех странах мира, пожалуй, этот романс исполняется И все уверены, что музыка народная А вот потому что его написал Борис Фомин И этот романс так понравился Александру Вертинскому, что он, отбывая его миграцию, захватил его с собой И этот романс так стал популярен на Западе, что англичане посчитали, что это их песня и американцы Романс «С дорогой длинной» исполняли и исполняют сотни певцов Нина, а для вас важно, чтобы в вашем исполнении этот романс звучал как-то по-особенному? Для меня важно, чтобы каждый романс звучал у меня по-особенному Иначе, мне кажется, не имеет смысла браться за этот жанр И, конечно, надо иметь свое лицо и стараться аккуратно обращаться с романсами Но придавать им новую одежду, аранжировки Нина, ну мы оставляем вас на сцене и пусть вновь звучит романс Ехали на тройке с пубенцами А вдали мелькали огоньки Эх, да кабы мне теперь за вами Душу бы развеять от тоски Дорогой длинною, да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит звеня Да с той старинною, да с семиструнною Что по ночам так мучила меня Да выходит, пели мы за даром А напрасну ночь за ночью жгли Если мы покончились со старым Да и ночи эти отошли Дорогой длинною, да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит звеня Да с той старинною, да с семиструнною Что по ночам так мучила меня Вдаль родную новыми путями Нам отныне ехать суждено Ехали на тройке с бубенцами Да видать проехали давно Дорогой длинною, да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит звеня Да с той старинною, да с семиструнною Что по ночам так мучила меня Дорогой длинною, да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит звеня Да с той старинною, да с семиструнною Что по ночам так мучила меня 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, наш вечер, посвященный творчеству двух великих рыцарей романса, Бориса Прозоровского и Бориса Фомина, подошел к концу. Мы благодарим замечательных музыкантов и Нину Шацкую за доставленное удовольствие и верность романсу. И пусть не иссякает поток любителей романса на ваших концертах, Нина. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно же, Ниночка, мы желаем вам всегда оставаться другом программы «Романтика романса». С удовольствием. Всего вам самого доброго. До следующей субботы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ